Прошу так немного, так мало мне надо, День жизни всего лишь, зари до заката. Немного, немало дала мне природа, Прошу я сверх меры, негоды, негоды. Лишь день, равносильный, всем дням, что пропали, И после столетия мне в день этот дали. Годы проходят и гаснут, как солнце, Но впереди еще он остается. 14 числа примерно в час дня на Сухумском вокзале Я сел в электричку, решил наведаться к своим Вачандару. Так начинается дневник абхазского писателя Таифа Аджба. Вести он его начал в августе рокового для всей Абхазии 1992 года. А всего через два месяца, в октябре, 53-летний Таиф Аджба пропал без вести. Сегодня, спустя 26 лет после загадочной и трагической потери, Близкие поэта помнят его так ясно, Быто и не было этих почти трех десятилетий. Мы были не просто друзья, мы были соседями на одной площадке. Мы были близкими людьми, Которые, встречаясь каждое утро, Начинали день с Афарджанчика. И потом уже пошли на работу, И у нас и работа была где-то рядом. Все у нас рядом все происходило, И жизнь проходила рядом. И мы, единственное, он был недосягаемый, Он был недосягаемый, он был простой. Он был, я не знаю, таких людей я мало встречал в свои 70 лет. Он был в одном недосягаемый, он был страшно талантлив. Таких талантливых людей, наверное, как всегда обычно говорят, Бог посылает на землю не каждый день, Не каждое десятилетие, не каждое столетие. Талант Аифа Аджба уходил далеко за грани писательского мастерства. Друг, коллега, семьянин – В каждой из этих ролей поэт был органичен и отчасти даже уникален. А в взаимоотношениях писателя с супругой До сих пор с теплотой вспоминает друг семьи Геннадий Аламия. Это было самое, ну, самое красивое, что может быть, То, что она заботилась о нем, То, что он заботился о своей семье, Что она знала, что это не просто красивый, добрый муж у нее, А что если талантливый, что поэтому она это понимала, Она обслуживала не только его, а еще и его поэзию. Это... Она до сих пор этим занимается. И дети пошли по его пути, семейные, Они умеют строить счастье. Они научились, родители, строить счастье. За свою жизнь Таиф Аджба выпустил много поэтических сборников, В том числе однотомник его избранных произведений «Благословение», Куда вошли лучшие стихи и поэмы разных лет. Он писал исключительно на абхазском языке, Мыслил и говорил только по-абхазски, Хотя великолепно знал и русский. Классик детской литературы, именно так зачастую говорят о Таифе. Стихи и рассказы для юных представителей общества В творчестве писателя заняли особое место. Стихи и рассказы для юных представителей, «Дожить до рассвета» — эти слова, он часто повторял на страницах своего дневника. Тогда, в октябре 92-го, грузинские гвардейцы увозили Таифа Аджба при свете дня на виду у всех. Сохрани дневниковые записи. Вот последняя просьба поэта к супруге. Хотелось бы, чтобы он вдруг вернулся. И человек, который открытым текстом не защищал интересы своего народа, допустим, не выступал на митингах, не организовывал какие-то сходы, это все. Человек, который всегда был на своем месте, именно его, почему? Кажется, он был страшнее всех остальных, и именно его должны были забрать. Значит, он был первым врагом для врагов, а для народа он был первым человеком, первым патриотом. Можно? Не, нет. Поэт, левых человек, который был в целом иgency, который был в Clinic, Что делашнего, который был вbrig Savyenden, Henry, который был в России. Лазеропа, литература Чарцева. Судьба Таифа Аджба до сих пор остается неизвестной. Время от времени появляются разные неподтвержденные версии дальнейших событий. Удивительно, но о пропавшем без вести классики достоверно известна лишь одна дата. И это дата рождения. 11 марта есть день рождения, день памяти и все-таки день надежды. Элянура Гилаян, Виола Барганжа со Сракуа Абуха, Абазатова.